Если я прямо сейчас прогрузился на твоих глазах, значит это уже победа. Это ютуб. Это женёк. Неважно какие времена. Ты со мной, а я с тобой. Жду ли? Второй сезон. Седьмой выпуск. Дима. Вставка. Приятного просмотра, дорогие зрители. Друзья, всем привет. Вы на канале Женек. И с вами тот самый Педро, который зачем-то ушёл на бусте, всех кинул и не появляется на ютубе. На самом же деле ситуация выглядит следующим образом. Вот скриншот с моего телеграм-канала, ссылка на который, кстати, будет в описании. Даже не просто телеграм-канал, а the best telegram channel. Как я говорю, всегда и буду говорить, потому что это действительно самый приятный, активный... Я даже не знаю, какой ещё канал. Просто вот отличный канал. Переходите подписывать, если хотите. Давайте вернёмся к скрин... Отличная речь. Давайте вернёмся к скриншоту. Вот график выхода видео на ютуб, начиная с 6 августа до 6 сентября. А почему такие даты? Потому что у меня проходит марафон на бусте. Ссылка, кстати, на бусте будет в описании. Ролики выходят ежедневно. И, наверное, самый часто задаваемый вопрос. А если я куплю подписку на бусте, например, там, 20 августа, я смогу смотреть старые видосы? Да, сможете. Вот. Я не буду в этом как-то ограничивать. Может, когда-нибудь потом. Ну, в целом, мне всё равно. Вот. Покупайте подписку, смотрите все ролики, которые были до этого, все у вас в доступе будут. Вот такая вот история. Единственное, что хотелось бы сказать, наверное, уже все знают про марафон. Уже нет смысла про это так много рассказывать. Очень, очень, очень кайфово смотреть супермамы украинские. Вот я посмотрел прям 4 подряд, я их и выложу прям 4 подряд. Это, это прям того стоит. Вот это офигенно. Я даже думаю посмотреть ещё раз и, может быть, даже ещё раз на этом же марафоне, чтобы было прям 3 супермамы по 4 серии, это 12 серий. Конечно, многовато, но посмотрим на реакцию. Если реакция будет хорошая, то я точно сниму ещё, потому что прям очень легко смотрится и очень забавно. Вот, по бусте такая инфа. Спасибо большое, что покупаете вот это. Мой мерч. Мне очень приятно, ребята, что вам нравятся мои вещи, хорошо идут продажи. Тьфу, тьфу, раз, два, три. Хотелось бы сообщить то, что вот буквально прям совсем скоро, прям очень скоро будет мерч с большими сёстрами, будет два цвета чёрный и белый, принт увидите. И скажу честно, порадуйтесь. Тут, как говорится, даже гадать не надо, это, ну это очень круто. Реально, вот 100%, я, кстати, это закинул в свой женёк и чатик на бусте. Спасибо ребятам из чатика, что помогли и сказали, что вам нравится, а что не нравится. Ловы. Поэтому ожидайте. Будет one size, не будет никаких размеров, будут просто здоровые футболки чёрного и белого цвета. Два экземпляра, принт увидите попозже. Не знаю, зачем я так кринжового затянул уже, просто идиот. Ну что, ребята, давайте посмотрим сегодня, жду ли второй сезон, седьмой выпуск. Ставьте прямо сейчас лики. Это очень важно. Если раньше я говорил, что это тоже важно, то сейчас это важнее. Я серьёзно хочу к вам сейчас обратиться, потому что много людей из России уже не смотрят ролики. Каждый лайк реально очень сильно будет толкать видео, помогать, чтобы какие-то другие пользователи смотрели. Короче, не поленитесь, одну кнопочку нажмите, мне будет безумно приятно. Вот, также подписывайтесь на канал, давайте уже, наконец, этот миллион когда-нибудь добьём. И пишите комментарий. Ребят, по поводу того, как смотреть ролики на YouTube. У меня есть инструкция, я себе её установил, и это не этих слов не рекомендуют произносить. Три буквы, знаете, такие приложения, заходишь, и ты как будто в другой стране. Вот. Нет, я использую протокол, Goodbye Appy называется. Мне его установил Федя. Я не смогу вам дать инструкцию, потому что это он сделал, там всё на английском. Посмотрите, пожалуйста, ролик у Уилса Кома на канале. Посмотрите, наберите, как убрать замедление. Помимо вот этих вот приложений платных, где вы якобы в других странах, есть другие способы, позволяющие смотреть ролики с отличной скоростью. Вот у меня сейчас 1080, всё грузится, всё прекрасно, но я никакие сторонние программы не устанавливал. Поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание. Я просто не какой-то там, знаете, блогер, который будет отдельный видос делать. Итак, ребята, убираем замедление YouTube. Поехали. Включая запись экрана и начинаю копаться в компе. Понятия имеешь, у меня там Федя натыкал. Но всё работает хорошо. Федя, спасибо. А теперь всё. Я желаю всем приятного просмотра. Самых-самых-самых поздних вибраций, добра, улыбок и т.д. С вами Евгений Макаренко. В нос его, конечно же. Коленка, ребята. Ха-ха. Меня зовут Маша Болдырева. Женя Макаров, Педра. Так говорят, по крайней мере, люди, которые на меня подписаны. Так вообще, Евгений Макаров, приятно. Мне 28 лет. Мне будет скоро 27. Практически одногодки. Так, дальше. И я Ждуля. А я нет. Мария Болдырева живёт в Сочи. У девушки свой бизнес. Да, вот ни разу не был в Сочи. Просто вот ни разу за всю свою жизнь. Вообще, есть смысл ехать? Давайте так. Я точно знаю, что там что-то есть прикольное. А в особенности зимой, если вы любите кататься на чём-то. Это я уже наслышан миллиард раз. Вот. Но слышал. Много раз достаточно, сколько выходит отпуск в Сочи. Я лучше съезжу в Европу. Она занимается производством и продажей мужской и женской одежды под собственным брендом. Мой бизнес сейчас ему чуть больше, чем полгода. Не могу пока говорить о каких-то нереальных результатах, но я... Ну, а о реальных скажи. Какие результаты? Реальные. Считаю, что за полгода мы уже вышли в хороший плюс. От 100 тысяч рублей в месяц. В Сочи Мария переехала год назад и... И купила себе яхту на эти 100 тысяч рублей в месяц. Вот она, пожалуйста. СМР 0441. Очень хорошая модель, на самом деле. Там компрессорный движок. Глюкообразная, получается, скважина, захватывающая элементы макросфер. Вот этих всех, да, когда яхта запускается. Ну, вы, наверное, знаете, как это работает. Вот, и у нас, получается, на потоке индукция яхта старта... Из Воронежа. Чтобы осуществить мечту детства. Жить у моря. Все родные девушки остались в Воронеже. Маме Марии, Анне Болдыревой, 49... Это мама Анне Болдыревой? Родные девушки остались в Воронеже. Маме Марии, Анне Болдыревой, 49 лет. Анна Болдырева, не постесняюсь и предложу вам интересный проект. Я даже на него делаю обзор. Называется «Особняк Милф». И, ну, блин, по моим ставкам, финал как бы железно. Ну, будете ли вы там победителем или нет, хотя там такого, как вообще, в целом не существует. Но финал обеспечен. Это, ну, ребят, в комментариях, пожалуйста, не ленитесь напишите. Это что за Анна Болдырева? Сейчас она работает администратором в салоне красоты. Отцу Марии, Александру Болдыреву, 53 года. Вот отец с полотенцем на голове. У него собственный бизнес, сеть продуктовых супермаркетов. У девушки есть старший брат Артур. Ему 30 лет. Он работает менеджером в строительной компании. И младший... И, видно. Ему 30 лет. Он работает менеджером в строительной компании. И очень любит барбершопы. Вот эти вот, знаете, просто идеальные линии. То есть такое ощущение, что вот голова, как шлем, да? Сразу переходящий вот так вот в бороду. Просто вот эти вот идеально выбритые линии. Я всегда прошу в барбершопе, чтобы меня не трогали лезвиями. Потому что когда вот... Когда вот прям так, мне, конечно, не нравится вообще. Понятное дело, что это вкусовщина. И это просто мое мнение. Собачье, естественно. Я ведь собака. Ладно. Шучу. Ужас, какой я идиот. Вот. Конечно, нет. Мне это не нравится. И младшая сестра Анастасия. Ей 16 лет. Она учит... Она такое ощущение, что просто вот самый типичный житель Барселоны. Вот она прям родилась в Испании. Это не русский человек. В 11 классе. Я очень часто оставалась с бабушкой. Потому что мои родители были молодые. Они там ходили постоянно на какие-то светские мероприятия. После рождения младшей дочери между родителями Марии начались конфликты. Бизнес отца разросся до крупных размеров. Большой сети супермаркетов по всему городу. Маму девушки не устраивало, что муж все время проводит на работе и не уделяет время семье. А отца Марии не устраивали бесконечные упреки жены. Когда... Отец выбрал работу. Такое бывает. Марии исполнилось 14 лет. Ее родители развелись. Дети остались жить с мамой. Это такой холодящий ужас. Ту ситуацию я восприняла реально как какое-то предательство. Мария сложно переживала развод родителей. После ухода отца из семьи она начала прогуливать школу. Много времени проводить с друзьями. Часто не приходила домой ночевать. У нас начались с мамой очень серьезные конфликты. Покажите, пожалуйста, еще раз маму, а? Мы с ней вообще и дрались, и она меня дома закрывала. Ну, то есть это вообще было ужасное время на самом деле. Она связалась. В плохой компании начала рано курить, выпивать. Сейчас я скажу не очень хорошую вещь, если честно. Не очень красивую. Но, блин, это реакция, ребят. Ну что, я буду молчать и казаться каким-то этим? Ну, давайте стану мразью буквально на 5 секунд. Ощущение есть, что мама старше дочки на года 4 максимум. Вышла из-под контроля. Тут как бы получается в одну сторону комплимент, в другую не комплимент. Но не мог промолчать. Вот, все. Извините, пока. Отписывайтесь. В 15 лет из-за очередной ссоры с мамой Мария ушла из дома. Родители, понимая, что не могут справиться с дочерью, решили отправить ее учиться в частную закрытую школу в Великобритании. Вот этот папа, блин, со своей работой, вечно на работе. Поеду я в Великобританию на его деньги. Ну, нахер. После окончания школы Мария поступила и закончила в Лондоне институт искусств. Родители девушки настаивали, чтобы она осталась жить и работать в Англии. Это была бы потрясающая идея, но Сочи, родное, все-таки такое побережье. Я бы тоже так сделал. Чтобы остаться жить за границей, мне нужно там получить рабочую визу. Нах, заебываться. Вообще, зачем это все нужно? Зачем эти челленджи? Для чего я поеду просто домой? Там нормально. Работать. И этих денег будет хватать оплачивать какую-нибудь квартиру и на проезд на работу. Вот как бы и вся жизнь. Я поняла, что я вообще такой жизненный. Да, все в Лондоне, кстати, живут вот так. Все, кто переезжает в Лондон, живут именно так. У них есть на проезд и на оплату квартиры. Все, больше ни на что. Ну, на мыло, понятно, там хозяйственное какое-то, различные копченые изделия, колбасные и рисовые. Вот, все. Это край. Я не хочу. Мне тогда вообще пришла мысль, что я хочу полететь на Бали. Родители были против переезда дочери на Бали. Платить за проживание Марии на... Говорят, оставайся в Лондоне, закончила там универ. Ну, очевидно, там как-то отец бы помогал в трудные времена, пока она там на ноги, грубо говоря, не встанет. Я хочу поехать на Бали. Ну, ладно, это тоже вкусовщина на самом деле. Ехать в пыльную деревню, где у тебя телефоны будут воровать, или в Лондон. Очень тяжелый выбор, даже не знаю, что выбрать. О острове-курорте они отказались. Во время учебы в университете Мария подрабатывала фотографом. Ну, вот на этих фотографиях Мария точно возраста с маму. Сейчас, конечно, получше она выглядит, слава богу. И заработанные деньги откладывала. Именно на них девушка и поехала в Азию. Несколько лет она путешествовала по Индонезии, Малайзии, Таиланду и Камбоджи. Во время путешествий девушка работала фотографом и даже репетитором по английскому. Да, она сейчас намного лучше выглядит, чем на фото. Раз в сто. Кому языку? Классный был опыт. Я преодолела такой... У меня был очень-очень большой страх, который мне родители навязали денег, что я не смогу их заработать. Тут я поняла то, что я просто могу в дороге... То есть, сколько мне надо, я всегда заработаю. Мария путешествовала пять лет. Соскучившись по близким, она... Соскуфившись. Решила вернуться домой, в Россию. Девушка надеялась, что она сможет наладить отношения с мамой. Но конфликты только усугублялись. Моя мать меня всю жизнь не принимает. Она всю жизнь хочет, чтобы я была каким-то другим человеком. Выглядела по-другому, общалась по-другому. Жила в другой стране, занималась другими делами. И, знаете, я раньше пыталась соответствовать, иногда периодически хотела завоевать ее какое-то одобрение, соответствовать. Но я поняла, что это просто невозможно. Маша у нас, конечно, упертая. Она всегда делает все по-своему. Ей вот постоянно хочется нам... Да, мне нравится Анна Болдырева, и что? Чего-то доказать. Даже если она понимает, что она не права, она все равно... Если вы смотрите этот ролик, вы очень хорошо сохранились, прекрасно выглядите. Напоминаю про то, что есть проект «Особняк Милф». Поехали дальше. Он доказывает, что вот последнее слово будет за ней. Сложные отношения у Марии и со старшим братом Артуром. На нее такие надежды родители. Все, понял, услышал все, что говорил про бороду, я забираю обратно. Офигенно смотрятся эти линии, тоже будут окровнять. Детели возлагали. А это вот постоянное какое-то разочарование. То есть ты пытаешься вкладывать, родители дают, мама, да, больше всего. А что из этого выходит? Ничего. Со своим отцом Мария общается... Я не понял, что значит ничего. У нее есть вот 100 тысяч в месяц, она путешествовала, знает язык, работала репетитором. По-моему, нормальная, насыщенная, яркая жизнь. Лучше, чем просто там ходить как планктон в офис каждый день. Что значит ничего? Какой-то тупой обесцен. Самый обычный отец просто переехал в Германию и спокойненько рыбачит. С того момента вообще наши отношения очень сильные. Ну ладно, он вряд ли рыбачит, конечно, но машинами занимается тоже, звучит в целом супер. Мы улучшились, и мы сблизились. Сейчас мы реально можем поговорить, что-то обсудить. В ноябре 2019 года Мария познакомилась в социальных сетях с Дмитрием Сорокиным из Самары. Парень первый написал девушке. У них завязалось общение. Молодые люди переписывались несколько недель, а потом начали созваниваться. Он мне такой, давай типа по видео созвонимся. Он как-то меня постоянно таким напором брал. Я так терялась, такая, ну ладно, давай. И мы с ним тогда начали как бы общаться. Спустя полгода виртуального общения молодые люди решили познакомиться лично. Мария предложила Дмитрию вместе поехать отдыхать в Таиланд. Молодые люди ни разу не встречались. Го в Тай. А че нет? И договорились, что встретится уже там через две недели. Это было начало 2020 года. Я прилетаю. Резко закрываются все границы. Почему они закрываются? Начинается коронавирус. Какой коронавирус? Вообще о чем она? Ковид был в 2016 году. В 2020 все открыто было. Я понимаю, что Дима не прилетел. Молодые люди продолжили общаться по телефону. А через два месяца Дмитрий признался, что в любом случае не смог бы прилететь в Таиланд, так как он сидит в тюрьме. Беремен. Я его вообще, ну, то ли заблокировала, то ли просто перестала ему отвечать. А потом он тоже пропал. Молодые люди прекратили общение на два года. Но в 2022 году Мария, вернувшись в Россию, получила снова от Дмитрия сообщение, где он написал, что все это время следил за ее жизнью через социальные сети. Я вообще очень была неожиданна, потому что, ну, я, в принципе, о нем забыла. Да, давайте тоже будем честны. В общем случае у нас такие героини, живущие совершенно другой жизнью, то есть вообще зеркально другой жизнью в большинстве своем. И когда они выбирают вот таких вот заключенных, ну, просто забавно посмотреть, как-то пореагировать и так далее. Но вот тут вообще просто у меня какой-то взрыв в голове. Отучилась в Лондоне, путешествовала по Азии два года, туда-сюда, отец Германии. Попереписываюсь-ка я спустя два года еще раз с этим зэком. Супер идея. Но у меня были к нему очень теплые чувства. В этот раз Мария приняла решение не блокировать Дмитрия. Правильно, не надо. Отличная идея. И продолжить с ним общение. Я слышала постоянно от него в свой адрес такие эмоции, которые я никогда ни от кого не слышала. Ну, то есть меня никто никогда не был так рад слышать. Он такой, я все эти годы так хотела тебе позвонить. Сто процентов он только о тебе думал, больше ни с кем не переписывался, и только тебе хотел позвонить. В это я точно верю. Ну, вот я там сидела то в СИЗО, то где-то там. Короче, связи не было, бла-бла-бла. Я вообще так счастлив, что вот я тебе звоню, что ты там как. Конечно, 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 так, да. Ну, дальше. Рассказывай. Я говорю, я вра... Просто один сценарий всю жизнь. Всегда, когда они рассказывают про то, как идет переписка, это всегда все одинаковое. Вообще, всегда абсолютно. Сию вернулась, он такой, блин, как круто. Я так за тебя переживал, что там тебя плохая компания затянет. Он говорит, я сейчас тоже очень сильно поменялся. Дмитрий Сорокин отбывает наказание в исправительной колонии. Интересно, какая там плохая компания могла как-то на нее повлиять. Плохая компания, дружище, только у тебя там может быть где-то. Точнее, вероятнее всего там. Номер 26 Самарской области. Молодой человек осужден на 7 лет по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации хранения наркотиков. Дмитрий рассказал о Марии своим родным и признался, что влюблен в девушку. Мама Дмитрия решила позвонить возлюбленной сына лично и пригласил ее в гости, чтобы познакомиться поближе. Вот с этой вот курицей, которая на тарелке. Такая вот шутка. Она меня очень расположила к себе. Все, приезжай к нам, приезжай к нам в гости, Дима тебя ждет, мы тебе билеты купим, все такое. И меня настолько это поразило, потому что, ну, как бы раз мне говорит это его мама, значит он... Значит все, значит уже все, да, я понимаю. Мне не просто какую-то лапшу на уши вешает, да, я тогда так подумала. Дима мне сказал, что познакомился с девушкой, готов, чтобы она приехала, чтобы мы ее встретили хорошо, чтобы вместе приехали. Как мне нравится вот этот вот петличный микрофон, видите? Там реально как будто такой маленький микрофончик. Как будто бы вот это такой... Был бы большой микрофон для собачек таких маленьких, ручных. Они вот так бы его держали, вот так вот лапками и так. Какой же я ебану, надо, блядь. На длительное свидание. В декабре 2022 года Мария поехала в Самару, чтобы познакомиться с семьей Дмитрия. Его мамой, Еленой Сорокиной. И отчимом, Андреем Сафоновым. Я себя суперкомфортно сразу уже стала чувствовать и с его мамой, и со всеми. Мы чего-то там веселились, смеялись. Ну вот, меня очень тепло приняли. Заранее, до поездки... А что веселились-то? Ужас, что со мной сегодня происходит? Это я просто вспомнил статью 228. Папиросим. В Самару Мария подала заявление на имя начальника исправительной колонии номер 26 Самарской области с просьбой предоставить ей длительное свидание с заключенным Дмитрием Сорокиным. Администрация колонии, учитывая примерное поведение молодого человека, предоставила ему в индивидуальном порядке право на свидание с девушкой. Мария после того, как познакомилась с родителями, отправилась на три дня в колонию к Дмитрию. Дима, когда зашел, я просто... Реально. Я потеряла дар речи. Ну, он такой высокий, красивый. Еще весь такой был просто красный, как рак, потому что он очень сильно смущался. Сделал мне предложение. Вернувшись из Самары в Сочи, Мария сразу позвонила маме и рассказала про отношения с заключенным... Мы не услышали, правда, самого главного. Она сказала «да» или «что». ...и про предложение Дмитрия выйти за него замуж. Она просто устроила истерику. То есть там не было какого-то конструктивного диалога, это просто были какие-то визги. Ну, я категорически, конечно же, против того, чтобы моя дочка связывала свою жизнь с людьми подобного типа. Лол. Вообще вы странная скушка. Бред. Абсолютный бред. Когда Маша сказала, с кем она связалась, ну, это был просто шок. Это просто какой-то вот позор. Это совершенно не нужно ни ей, ни нашей семье. Мария хочет выйти замуж за Дмитрия, но согласия ему пока не дала, так как ее мать и старший брат категорически против отношений с заключенным. Так, давайте дождемся, когда он выйдет и вы нырнете просто на неравный брак. Хоть он и равный, но там же одобрения как раз ждут. Богословление или как? Богословение. Вот. Поэтому... Как вариант, опять же. Я вам уже два проекта предложил. Маме один и вам второй. Ни хера себе. Мария обратилась в проект «Жду ли». Я не могу принять себя без фильтров. Это круто, я очень рад за тебя. Но можно, наверное, в какой-то момент и принять. Ты хочешь быть моей женой или нет? Ну, конечно, хочу. Мы же с тобой это уже обсуждали. Ну, там... Ты хочешь быть моей женой? Еще раз. Ты хочешь быть моей женой или нет? Да. Я, конечно, очень хочу выйти за тебя замуж. Но, может быть, сейчас просто не самое лучшее время. Дай мне время, пожалуйста. Ладно? Не могу это все слушать. Мне аж реально плохо. Это же, ну... Как бы... Хочу ли я верить в то, что в этом есть правда? Хочу. Потому что я не любитель, знаете, там... Радикально куда-то жестко уходить и говорить. Понятно, там, вранье. Нет. Но это же все реально один сценарий. Но вот он сидит, у него четыре стены. Блядь, не смог чихнуть. Фух. Вот он сидит, у него четыре стены. Ему нехуй делать в прямом смысле этого слова. Ну, нечего там делать. И вот все, что он делает, это вот говорит о том, что он ее сильно любит. И то, что срочно нужно пожениться, но никогда нет ответа. Нахуя это надо? Типа, давай, приходи в камеру, в платье распишемся, и ты уйдешь. И будешь ждать мне еще три года. Я вообще, я просто не могу этого понять. Очень важно в моей жизни. Я еще на первых сериях как-то там старался, такой думаю, ну, наверное, ну, как бы, ну, ага. Ничего там прикольного, как я понимаю, нет. Сорокин. 25 лет. Родился и вырос в Самаре. Его маме, Елене Сорокиной, 55 лет. Она работает поваром в детском саду. С родным отцом Дмитрия, Виктором Сорокином, она развелась, когда сыну было 4 года. Молодой человек никогда не общался со своим папой. После развода родителей его судьба неизвестна. Когда Дмитрию было 5 лет, мать вышла замуж за Андрея Сафонова. Отчим. Ну, Сафонова я знаю. Воспитывал пасынка как родного. Такое слово странное, пасынок. Пасынок, иди сюда. У Димы замечательные отношения с отчимом. Андрей воспитывал Диму с 7 лет. Повел в первый класс, занимался с ним. Дима занимался и хоккеем, и футболом. То есть, ходили мы и возили на регби, то есть, записывали все. Гасе, блин, на регби. Вы американские виды спорта играете? У нас есть свой. Какой у нас есть спорт? У нас есть свои спорты. То есть, он стремился к этому. После девятого класса Дмитрий поступил в Самарский экономический колледж на факультет банковское дело. Параллельно с учебой, он начал подрабатывать в автосервисе. И фотка диджея. Диджея в автосервисе? Он начал, Дима, заниматься диджейством. Вот, ему нравится. Все, услышал. Вопросов не имею. В музыках. Писал сам музыку. Прикольно, кстати, что у него битсы наушники. Сейчас такие не выпускают. Если я не ошибаюсь, это, наверное, версия от Диджей Гетте. Это очень крутые наушники. Но сейчас таких уже не найти. То есть, у нас как бы, и он в клубах участвовал, везде. Сеты свои, там, тю-тю-тю. Аминистрация исправительной колонии номер 26 Самарской области предоставила возможность Дмитрию пообщаться по... Но расскажу пяти людям максимум, кому это интересно. Я музыку сейчас учусь дальше писать в Эбблитане. Что-то получается, что-то не получается. Но вот загорелся, хочу себе купить драм-машину Роланд. Ну, такую маленькую, любительскую, просто чтоб начать. Плохо, что никто не понимает, о чем я говорю практически. Роланд Т-8. Такая маленькая, компактная. Хочется поиграться, покрутить все это вручную. И очень интересно у них это все, конечно. Видеосвязи с редакцией проекта «Ждули». С 19 лет увлекаюсь музыкой и различными культурами спорта и активным образомом жизни. Я резко ощутил, что мне необходимо лететь туда, где я тепло и прекрасно. Там, где я пока еще не был, там, где не было моя семья. Дмитрий на собственные сбережения улетел на Бали. Там он прожил один год. Затем вернулся домой в Самару и открыл с друзьями собственный бизнес – рекламное агентство. Через полгода у него завязались серьезные отношения с девушкой Светланой. Но через несколько месяцев с ней случилась трагедия. Она умерла во сне. Ебать. У нее с сердцем были проблемы. Вот она уснула и не проснулась. Для меня это было очень нереально. Тяжелым стрессом. После чего я удался в употреблении наркотиков. После очередной покупки наркотиков Дмитрий возвращался домой. И его остановил наряд полиции. Молодого человека обыскали и обнаружили у него запрещенные вещества. Дмитрий был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Звучит, конечно, очень жутко. Типа уснула и не проснулась. Вот такая вот история. Внутри просто вот все переворачивалось. Я не ела вообще, не могла. Андрей меня вообще потерял. Просто когда позвонили, я в шоке был. Потому что все равно я выросл 7 лет. Где-то дали слабину. Через несколько месяцев состоялся суд, где Дмитрия признали виновным в хранении наркотиков в крупном размере. И присудили 7 лет из... Тихие, б***ь. ...правительной колонии строгого режима. 4 года молодой человек уже отсидел. В местах лишения свободы ему осталось находиться еще 3 года. 21 год. Меня закрыли. Совсем молодым, юным мальчиком. Сейчас я отсидел больше 4 лет. Я за эти 4 года нереально возмужал. Стал по-настоящему ответственным человеком. Тем человеком, который брел ценности жизни. И понимание того, что мне не входило. За решеткой Дмитрия... Вот эта история, плюс его внешность, плюс его деятельность. Мало, конечно, что рассказали. Выводы какие-то делать тяжело. Но, наверное, тоже один из единственных, более-менее достойных, хотя бы на внешний вид персонажей. Из всех передач, что мы смотрели. Я сейчас прожду ли. Ну, вот такая вот ужасная ситуация произошла. Вот такие вот ужасные последствия. Пока что приму позицию, что мне хочется верить, что все нормально. Но, опять же, я не понимаю, нахер эта свадьба нужна прямо сейчас, прямо там за решеткой. Чтобы что? Начал писать женщинам в соцсетях. Так он и познакомился с Марией Болдыревой. Спустя три месяца общения по телефону, Дмитрий признался девушке, что он сидит в тюрьме. После этой новости Мария прекратила с ним общение. Да, расскажите нам еще по четвертому потом кругу, как это все произошло. Мы как раз забыли. На протяжении очень долгого времени она меня динамила. И тем самым вызывала еще больше желания того, чтобы я ее добился. Потому что я тут самый джигит, с которого нельзя отказать. Спустя два года... Ничего не понял, ну ладно. ...дмитрий решил снова написать Марии в социальных сетях. Мне послышалось, я тут самый джигит. Чего он сказал? Главное того, чтобы я ее добился. Потому что я тут самый джигит, с которого нельзя отказать. Спустя два года... Он тот самый джигит, наверное. Там что-то такое. ...кода Дмитрий решил снова написать Марии в социальных сетях. Так как все эти годы не мог ее забыть. Девушка согласилась с ним продолжить общение. Ха-ха, шапка-гондонка. ...и даже съездить познакомиться с его... У нас так в ухте говорили, когда я в школе учился. ...семьей и приехать в колонию на длительное свидание. После которого Дмитрий и предложил Марии выйти за него замуж. Сон был о том, как я выдал по пляжу такого-то прекраснейшего лазурного берега. С Машей за ручку. А я видясь, начали паться, целоваться. И тут я понял, что это та самая моя возлюбленная... Моя звездочка, которую мне необходимо отыскать, чтобы она стала моей. Я стал неистово делать все усилия, прикладывать, чтобы добиться ее. Мария хочет выйти замуж за Дмитрия. Так как после длительного свидания она поняла, что влюбилась в молодого человека. Но согласия Дмитрию она еще не дала. Не, ну а с точки зрения погоды, конечно, Сочи это круто. Особенно вот если мы говорим про какую-то осень, весну, даже, наверное, зима. Я думаю, что это очень комфортно. Ну, вы меня можете поправить, по-любому кто-то смотрит, кто живет в Сочи. Но вот так вот на кадр смотришь, все такое зеленое, симпатичное. Так как ее мать и родной старший брат против отношений Марии с заключенным. Не все любят сюрпризы, зато мы уверены, что все любят подарки. Конечно, я люблю подарки так. Если не дарить, то получать уж точно. Хорошо. Как ты смотришь на то, чтобы приехать ко мне в гости в Сочи? Опять будешь мне рассказывать о своем отдыхе. Я с тобой как раз об этом и хотела поговорить. Ну, тогда я никуда не поеду, моя дорогая. Так что все, разговор окончен. Ну, вот и попозарили. Прикольно. Мама Марии, Анна Болдырева, категорически против даже любого общения дочери с человеком из мест лишения свободы. Поэтому она регулярно отказывается обсуждать с девушкой эту тему. Мы не ищем легких путей, поэтому, видимо, мне придется ехать в Воронеж, застать ее врасплох и там с ней поговорить. Ну, девчонки, у нас вообще очень серьезно. Вот они и поплыли уже в Воронеж. Ни хрена себе скорость. Серьезные планы. Дима хочет уже, как бы не уже, он уже давно хочет. Не знаю, говорил я или нет в прошлых выпусках. Я с одной стороны, ну, да, всегда две стороны. Первое. Я родитель, у меня дочь говорит, что я хочу выйти за зэка. Конечно, нужно поддержать, потому что это выбор дочки. Так она будет счастлива, не нужно там ей лечить чем-то и так далее. Ну, то есть, это ее выбор там. Взрослый человек перед нами, 28 лет. Другая сторона. Моя дочь, мой цветочек, говорит, привет. Слушай, я тут с зэком переписываюсь уже 4 года или сколько там. Вот ему осталось 3, но он хочет, чтобы мы расписались уже в коло. Я не знаю, что бы я сказал. Это, это, это просто ужас. Может, вообще не надо родителям, блядь, это просто пиздец какой-то. Жениться. А как, не рано еще, а? Почему вы так спешите? Да в смысле спешите? Ты что, гонишь, что ли? Нет. Точно? Точно. Нормально все? Конечно. Ну, а ты сама как думаешь? Как ты чувствуешь? Не знаю, мне кажется, все с кайфом реально должно быть. Алло, кек. Да я хочу за него замуж. Я его уже в целом считаю своим как... Вы что, напились? Чего так шатаетесь, ебать? Я бы мужем, но просто вот эти все, вся эта бюрократия, мне вообще на все это все равно. Вот, но в то же время и ему я хочу как-то, как сказать, его... А он настаивает, да, прям? Для него это важно как-то, да? Да, да, да. Слушай, ну много у вас, конечно, всяких испытаний. Ну так-то да. Трудностей. Я хочу, чтобы у тебя все получилось, ты была счастлива. Спасибо, да. Мария поделилась с лучшими подругами Анастасией Сулим и Анной Павленко тем, что Дмитрий сделал ей. Анна Павленко в нос ее коленкой, так же, как и меня. Спасибо. И предложение. Я, короче, маму в гости позвала. В Сочи? Ну да. Но она не захотела со мной разговаривать, поэтому я вот на днях... Я маму в гости позвала. В Сочи? Нет. В Барнаул. Я отправлюсь в путешествие, так сказать. Все нормальные люди ездят из холода в Сочи, а я наоборот. Это ты к маме сейчас сюда не захотела ехать? Получить, отвечаю на вопросы. Да, поеду к ней, в Воронеж поеду. А почему она не захотела поехать? Слушай, ну мы с ней в принципе как-то... У нас не очень отношения в последнее время. Короче, вы в контрах. Я понял. То есть, не знаю. Ты за Димой? Ну да, да. Она просто не хочет как бы эту ситуацию обсуждать, не хочет об этом ничего слышать. А ты как себя чувствуешь? Да не знаю. Наверное, хочется маминой поддержки, чтобы она приняла. Ребят, маленькое отступление, извините, я не мог просто это пропустить. Книжечка. Открываем. А тут список шоу. Ёб твою мать. Упала ручка. Она для меня драгоценная. Список шоу, который я уже отснял на Бусте. Там ролики каждый день выходят по цене кофе с булкой. Твой выбор. Да, конечно, хочется на самом деле. Конечно, хочется. Знаете, мне всю жизнь казалось, что мне это не нужно. Что мне все равно. Я такая самостоятельная и все такое. Но сейчас я уже понимаю, что на самом деле это очень важно. Семья очень важна. Перед поездкой в Воронеж... Блин, прикольно выглядит все вот так вот на картинке в Сочи. Мария позвонила своему отцу Александру Болдыреву. Может быть, ты мне посоветуешь, а то у меня не очень получается тактично общаться. Как ей новость преподнести. То, что я за Диму замуж собралась. Вот эту новость. В самом начале ты просто поговори о делах, о ее делах, про бабушку. В общем, сразу про свадьбу не говори. Если почувствуешь, что разговор идет нормально, спокойно, то потихоньку перейди к разговору о свадьбе. У него на бровях хиний. Если мама начнет нервничать, то ты лучше... Походу, очень холодно в Германии. Или я не знаю, когда это там все снято. Снова уведи тему разговора и попробуй там второй раз. Раньше меня папа, наверное, считал маленьким и неразумным ребенком. И оберегал меня от каких-то опасностей. Но с годами он убедился, что я взрослый, самостоятельный человек. Поэтому сейчас он меня уважает, уважает мои решения и поддерживает меня. Он мне предложение сделал, кольцо подарил. А что тут такое удивительно? Кому еще ему делать предложение, как на себе? Дураков-то больше нету? Ну, я... Ужас. Я понимаю, я понимаю, конечно, да, что ты влюбилась. Маш, я могу понять. Ну, зачем замуж-то выходить? Объясни мне. Ну, можно просто пообщаться, повстречаться. Ну, поездить к нему на зону. Ну, потому что это в мою систему ценностей не входит. Просто общаться и встречаться. А что входит в твою систему ценностей? Серьезные отношения, построение семьи. И начало этого, это брак, понимаешь? Я поэтому как бы с этим человеком решила свою жизнь связать маму. Он просто пытается ее таким образом к себе привязать. Вышла замуж. Это же такая манипуляция чистой воды. Мария из-за ссоры с мамой. Прикольно, что всегда, блядь, есть две стороны. Одна такая, да-да-да, а вторая такая, не-не-не-не-не. И всегда вот это вот. И никогда практически нет баланса. Поехала ночевать в отель. Встретилась с мамой, хотела с ней поговорить насчет Димы, насчет свадьбы нашей. Ну, мама как-то не очень, конечно, эту информацию принимает. Я вот расстроилась. Пусть приедет к нам в Самару. Да, она точно приедет к вам в Самару, конечно. Посмотрит, что мы нормальная семья. В отличие от собственной мамы, мама Дмитрия поддерживает Марию. Я, конечно, не верю в то, что она согласится, но я бы очень... Удивительно, почему это она поддерживает Марию? Вообще карты не складываются. Сейчас подумаю. Была рада. Надо как-то это решить, обговорить. Как классно, что у меня есть человек, который меня всегда во всем поддерживает, которому я всегда могу позвонить, поделиться чем-то и услышать добрые слова. Маш, ты мне вот объясни, ты что? Ты нормальная вообще? А вот это я вообще слушать не могу. Просто какой-то поток бреда. Мы тебе все дали в твоей жизни. Мы тебя за границу отправили. Мы тебе... Мы? Он один из отправителей. Они с батей скидывались. Все, ты что хотела? Тебе все... Слава богу. Ты что меня отправляла? Блин, да родители тебе это давали всегда. Ну так, а при чем тут мы тогда? Меня просто сплавили в 15 лет, чтобы я им там не мешалась. Вот что они сделали. Да кто тебя не сплавлял? Да блин, всех бы так сплавляли бы просто туда, куда тебя бы сплавили. Когда ты уже ценить начнешь? Может, хватит себя так вести? Хватит маму доводить? Какое знакомство? Какие люди, блин, могли такого человека воспитать? Ты все... Не знаю. Тебя, блин, приди. Ну вот я вам и советую приехать и посмотреть. Да что смотреть? Чуть дальше, чем свои вообще какие-то ограниченные мышления. Старший брат Марии, Артур, живет в Воронеже в отдельной квартире, недалеко от мамы. Несмотря на то, что он дает Марии советы, у него у самого личная жизнь не сложилась. Как же это странно, блин. Он холост. Детей у него нет. За то, сколько он конкретно дал сестре, ну это охренеть. Извините меня, в таком маленьком... Это сколько ему было, я думаю, лет 14, 15, 16? Он отправил уже сеструху в Лондон. Хера себе, блин. Это фестивальный выпуск «Почем лук?». Спасибо, буду знать, очень круто, хорошая новость. Я не поеду ни в какую Самару. Давай, ты познакомишься. Да не давай, давай бездавай. Она вообще не похожа на русскую, это чисто испанка. Не поеду. Я не знаю, что они хорошие люди. Я не хочу с ними связывать свою жизнь, вот и все, мне не нравится. Но тебе придется так... Испанка, или вот когда я в Грузии жил, это вот такая прям внешность грузинки. Очень прикольно выглядит. Или иначе, что ты меня тогда из жизни своей вычеркнешь, или что? Нет, Маш, пройдет время, ты поймешь, ты просто пока где-то летаешь. А это время, ты со мной не планируешь общаться, я правильно тебя понимаю? Ну, почему-то ты со мной не планируешь, я с тобой общаюсь, но к ним я не поеду. Марию поддерживает младшая сестра Анастасия. Кажется, Маше нужно наконец-то поддержать, мы все-таки семья. Знаешь, что меня больше всего бесит? Что? Что у тебя, что у брата моего, были знакомые, даже близкие, которые тоже там сидели в тюрьме. Папин бывший компаньон, к нему его жена ездила, и все такое. Вы мне не раз рассказывали. А как до меня дело дошло, я почему-то самая крайняя, позор семьи. Потому что причина, по которой другие люди находятся в таких местах заключения, и причина, по какой причине находится твой возлюбленный, они разные. Там-то у друзей экономические преступления, там миллиарды воротили, ребята, туда-сюда, туда-сюда. Поэтому, ну, как бы, а что стыдного? Ни хрена себе, финансовые операции. Мама у нас очень сложный человек, и она никогда нас не принимала такими, какие мы есть, и особенно Машу. Мария снова ищет поддержку у своего отца. Я думала, может быть, ты сможешь с ней поговорить. Отец все там в сугробе сидит. Привести какие-нибудь аргументы. Она всегда за тебя, ты знаешь, так что я надеюсь, что она поддержит тебя. Она всегда говорит за тебя, да, это видно. Я поговорю обязательно с ней. Вот если бы ты был в России, я бы тебя позвала со мной. Ты бы поехал? Конечно, обязательно. Я очень благодарна папе, то, что он меня поддерживает, и то, что он на моей стороне. Я вижу, что он реально за меня счастлив и рад, и мне это очень-очень приятно. Мария не возвращается в Сочи. Она хочет уговорить маму поехать в Самару и познакомиться с родителями Дмитрия Сорокина. Не слушай никого, только себя. Пусть у вас все сложится, как вы хотите. Лайк, пусть... Моя любимая стадия – читать, читать группу ВКонтакте со ждулями. Сначала выйдет, а потом и замуж, и ребенка. Вообще не факт, что ты ему на свободе будешь нужна. Дальше. У меня так было. Вышла замуж в колонии, а когда вышел, оказался совсем чужой человек. Не работал, начал жить за мой счет. Пил, иногда руку поднимал. Расстались через полгода. До сих пор жалею, что столько времени потратила на уголовника. Не, ну, как бы, я же не доказываю с пеной у рта, что у меня все будет по-другому. Да я не знаю, как у меня будет. Как и всегда, ждули ищут поддержку у других. Любовь умеет ждать, ребята. Переходите, ссылку оставлю в описании. Других ждули. В их сообществе, в социальных сетях. Родители правы. У них опыт, инфа. Мне кажется, это такой моральный удар вообще невероятной силы, когда вот ты реально тратишь, там, не знаю, пять лет, к примеру. Ждешь, там, человека, вы, там, расписались, он выходит, и это оказывается просто другой человек. Мне кажется, это все, это депрессия на пять лет, и потом, ну, если выйдешь, супер. Если не выйдешь, то просто на автомате доживешь, там, до восьмидесяти. Со стороны виднее. Поищи кого-то еще за... Ладно, что-то я перебрал немного таких восьмидесяти. Если мы говорим про молодых, ну, блин, мне кажется, депрессию можно словить лютую надолго. Чем тебе уголовник? Дальше. Да им только деньги нужны, посылки и передачки, а выше они там хорошо льют. Не будь дурой, беги, пока не поздно. Я ради такого квартиру продала и осталось ни с чем. Как вышел, тут же помоложе и покрасивее нашел. Покрасивее. Мария в личное сообщение написала... Слушайте, она училась в Лондоне. Я могу поправлять таких умных людей, потому что сам из очень высокой семьи. У меня очень богатая семья. Я тоже учился за границей много раз. Поэтому мы так... У нас так принято, короче, не обращать внимания. ...и предложила встретиться Елена Арыкова. 15 лет назад она познакомилась в соцсетях с Алексеем Ивановым, который отбывал наказание в местах лишения свободы за хранение наркотических веществ. У молодых людей начался роман. После освобождения из колонии Алексей и Елена поженились. А как твои родные к этому отнеслись? Конечно, семья была против. Ну, хорошо было в межличностных каких-то отношениях, взаимоотношениях. Но тогда я не знала, что у него проблемы с алкоголем вообще, в принципе. Ему вообще алкоголь противопоказан. То есть человек меняется полностью. Постоянно были какие-то проблемы с деньгами. Он не мог найти себе работу какую-то. Это уже после того, как он вышел? Да, да. Потом он уехал к себе в город и... И снова он начал там употреблять. И его опять посадили. Угар. Мы его опять посадили, и я его опять ждала. Это через... И сколько после того, как он вышел? Ну, через год. Мой опыт такой, что за 15 лет отношения с этим человеком, семейной жизни буквально максимум два года было. Все остальное время что было? Все остальное время я его ждала из революционных центров, из колоний. И ждала, когда человек придет в себя. Ну, а почему ты продолжала это делать? Ну, потому что любила его. И думала, что он изменится? Ну, я думала, что он изменится, но на сегодня я понимаю, что это мои иллюзии. А как родители вот этот период... 15 лет. Они тебя поддерживали или наоборот осуждали, говорили, кинь его? Да нет, Маш, конечно, нет. Какие поддерживали? О чем-то? У меня мама очень негативно на данный момент настроена и вообще всегда. Его не называют дома по имени. Я не буду говорить, как его называют. Как? У меня называют этот. А у меня называют Козлина. Полгода назад Елена... Ну, что, как там Козлина? Ужас. Арыкова развелась с мужем. А у меня называют Козлина. Полгода назад Елена Арыкова развелась с мужем. Он сейчас отбывает очередное наказание в колонии за хранение наркотиков. Аж Дуля решила, что ей пора перестать жить в ожидании. Она... Да нет, попробуй еще раз дождаться. Это прикольная затея. Начала строить новую жизнь без Алексея. Конечно, очень тяжелая история. Но я думаю, что у меня не так. Потому что у Лениного мужа изначально были предпосылки. То есть он не пытался исправиться. В то время как Дима, он абсолютно другой. Когда мы с ним стали быть вместе, он вообще изменился. Очень сильно старается. Сейчас на хорошем счету. Почему отец позвонил и сказал, чтобы я ехала в Самару? Которую я не поеду. Ты ему что наговорила? Я рассказала, что я собираюсь делать. Как ты к этому относишься? Мама просто такой типичный злодей с таким лютым напором каким-то. Почему ты не можешь просто со мной съездить и посмотреть, как люди живут? Они хорошая семья. Они... Конечно, мне... Ну, повторюсь, я не знаю зачем. В пятый раз. Мне реально хочется верить, что он нормальный. И что все будет хорошо. Но вот эти вот фразы из разряда. Но мой-то реально другой. Он реально поменял. Это ужас. Потому что это столько раз я слышал и столько раз это все неправда, что уже очень тяжело просто в это верить. Не любят и меня, и сына своего. Даже то, что он совершил какую-то ошибку. Они его поддерживают. А ты меня вообще не можешь. Даже когда я хоть чуть-чуть что-то делаю не так, ты так реагируешь. Это нормально? Если тебе не нравится твоя мать, что ты к ней тогда привязалась? Вот что ты тогда привязалась? Не нравится, не общайся. Все. Не, она должна была быть проще. Особняк Мил все-таки отлетает. Хорошая внешность, все супер, но не для проекта. Иди. Да я стараюсь наладить наши отношения. Маш, да ты просто привираешься. Это просто жесть. Походу просить позвонить папу было плохой идеей. Это только усугубило ситуацию. Я вообще не знаю, что теперь делать. Ситуация с мамой зашла в тупик. Мария не знает, как ее еще убедить поехать к родителям Дмитрия в Самару. Маму я пригласила, но она ехать не захотела. Мне нравится всегда вот эта мама. Мама, как его зовут? Господи, ну вы поняли. Мама, она такое ощущение, что разговаривает с домофона. Вот. Ну я, честно говоря, особо и не рассчитывала на это. Очень жаль. Очень устала от того, что мама не принимает мои отношения. И даже не то, что не принимает, даже не хочет как-то выслушать меня. За советом Мария решает обратиться к психологу проекта. О-о-о-о. Вот она, блин, я уже, наверное, 100 комплиментов ей сделал. Это, конечно, очень приятный человек. Вообще прям максимально приятный человек. Екатерине Святкиной. Вы хотели бы разобрать... Это такая редкость, наверное, когда... Сколько я уже шоу посмотрел, вы прекрасно понимаете. Там уже более 500 всяких видео. Вот ее мне слушать комфортнее всех. Вот. Я, наверное, еще ни разу от нее не слышал чего-то, чтобы я такой... Как-то вот всегда как будто все по делу. Я не знаю, как это возможно. Как реагировать на то, как ведет себя мама? Или вы хотели бы разобраться с этими обидами старыми? Как мне свои чувства переваривать? И вообще понять, как мне с семьей коммуницировать, да? В идеале, конечно, хотелось бы с ними отношения наладить. Вот. Не знаю, насколько это возможно. Ну, либо просто научиться как бы жить в этой ситуации. Вот она говорит с семьей. С братом и с мамой. С отцом, как я понимаю, отношения суперские. И сестра ее максимально поддерживает. Так, поэтому нормальные люди там точно есть адекватные. Вот что делать с мамой и с братом? В особенности с братом, который ее в Лондон отправлял к Рэмэлло-12. Сейчас у вас по отношению к маме что? С одной стороны, я чувствую вину, я чувствую стыд. И потом это вызывает во мне злость. И непонимание, почему так. А сейчас вы замуж собрались за человека, который находится там. И мама резко против. Ну да. Попробуем сейчас сыграть в игру. Я буду это вы. А вы мама. А вы это буду я. Мам, мне надо с тобой очень серьезно поговорить. О чем? Ты знаешь, в моей жизни происходят очень серьезные изменения сейчас. И я замуж выхожу. За кого? Ну вот за... Я не знаю, как его зовут. Как его зовут? Дмитрий. Я тоже. Дмитрий. Спасибо. За Дмитрия. И о чем ты хочешь поговорить? Ну, понимаешь, мне важно с тобой обсуждать это. И мне так хочется быть близкой с тобой. Мамочка. Мне тебя так не хватает. Ты мне так нужна. Я не знаю. Я так никогда с ней не разговаривала. А почему? А что, если тебе попробовать? Правда, по-настоящему, искренне быть с мамой, независимо от того, как она будет реагировать на это. Она может остаться собой. А может, оттаять. Представляешь? Возможно, не такими словами говорила, но мне кажется, я пыталась открыть сердце. Пыталась. Пыталась и открылась. Чувствуешь разницу? Пытаться сделать бизнес и сделать бизнес. Чувствуйте разницу. Прикольно, на самом деле. Есть очень крутой способ жить во внутренней гармонии со своей мамой. Это просто открыть сердце. Не пытаться. А просто открыть свое сердце и жить с этим открытым сердцем. Независимо от того, как она смотрит на тебя. Независимо от того, что она тебе выдает как обратную связь. Знаешь почему? Потому что ты взрослая, и ты так решила. Первое. Второе. Потому что, когда у тебя будут свои дети, если ты решишь их завести, родить, ты не хочешь... Завести? Родить? Хочешь, чтобы у тебя было так же, как с твоей мамой? Ты хочешь, чтобы у вас были близкие отношения? Ну, вот, наверное, это, собственно говоря, и был мой запрос на эту сессию. Да, как раз я и пытаюсь понять, как мне на это реагировать. Супер. Никак. А скажи, пожалуйста, тебе... Прикольно. Очень важно выяснить обиды прошлого. Ну, прошлого нет. Настоящего, да. А настоящего это то, что касается твоих отношений? И еще раз. В этом смысле тебе важно, чтобы мама тебя поддержала? Ну, даже не поддержала, просто приняла ситуацию. А у нее есть выбор? Давай по-честному. Поменять ситуацию или что сделать? Ну да. Не принять ситуацию. У нее есть выбор? Не знаю. Нет. От нее что-то зависит? Нет. Правда ли тебе важно, чтобы она приняла ситуацию? Мне важно не чувствовать в свою сторону вот этого пренебрежения. То есть ты хочешь оставаться ответственной за то, что чувствует мама? Нет. За то, что чувствую я. То, что чувствуешь ты только в твоих руках? То, что чувствует она только в ее? Как ты можешь на это повлиять? Да никак. Никак. Для девушки с таким образованием, с таким... Екатерина Святкина, вы прекрасный психолог, честное слово. Здоровья вам, долгих лет жизни. И больше клиентов. Больше всего. Из такой семьи, да, скажем так. Выбор такого партнера, закономерность. И если копнуть глубже, то мы можем даже, возможно, увидеть, что она как будто бы снова делает то, что не понравится маме. Ну, полюби ты меня уже, в конце концов, мама. Не такую, какой ты хочешь. Вот такой полюби меня. Для Марии очень важно выйти в свою нормальную позицию. Девочки, дочки по отношению к маме. Маме, конечно же, тоже хорошо бы выйти в свою материнскую позицию. Маша, мы на самом деле... Ооооооооо... ...вещались с мамой и решили то, что я поеду всё-таки с тобой туда. Ооо, слава богу, он отправил в Лондон, он и поедет решать себе вопрос. Отлично. да я я очень постараюсь тебя переубедить и скорее всего у меня это получится это просто вот я вот просто хочу вот высказаться 30-летний как говорили взрослый самостоятельный человек живущий в отдельной квартире все это понятно классно но это же 5 разговор ребенка 12-летнего вот он сидит ему 30 у него сестра ну там переживает очень сильно он сидит такой ладно я поеду мать не поедет но я уже точно знаю как тебя перебедить и поверь мне у меня это получится ну это ну просто ну вот мне кажется вот я так разговаривал реально там не знаю над сестрой издевался когда мне там 15 было вот что-то вот из этого разряда это вы меня конечно удивили я такого даже не ожидала на самом деле я рада спасибо тебе подождите я вообще точно все правильно еще раз маша мы на самом деле посовещались с мамой решили то что я поеду все-таки с тобой туда так все он едет туда отлично хорошо дальше да я я очень постараюсь тебя переубедить и переубедить все понятно значит все сказал по делу просто кошмар и скорее всего у меня это получится это еще более его и добивка это вы меня конечно удивили я такого даже не ожидала на самом деле я рада спасибо тебе спасибо что попытаешься точнее попытаешься точно меня переубедишь это круто жалко конечно мам что ты не поедешь хотя бы раз жизни пошла мне навстречу дерзит хамит и обижает я в душе очень грущу что не могу найти с ней общий язык и то что я тоже маму обижаю словами мария с братом артуром поехали в самару к родственникам дмитрия сорокина на машине дорога займет 14 часов он вообще молодец он в колонии на хорошем счету ему уже дали облегченный режим это вообще очень мало кому такое дают он работает каждый день по шесть дней в неделю я вообще детей уже хочу как бы мы с ним обсуждали я бы уже сейчас на самом деле родила но не в такой обстановке мне все-таки уже 30 лет скоро да можно о каких детях может идти речь ты ладно мы на это послал очень красивых и хороших детках я хочу сразу эти пошли да мы хотим сразу двойню мальчик девочка а кто будьте дуть эту двойню мне интересно просто да мы справимся мы разберемся знаешь как я изменилась вообще за этот год с ним понимаешь это мне реально идет на пользу у меня вообще во всех сферах и в бизнесе и в саморазвитии да я даже выглядеть стала намного лучше ты посмотри как я была год назад нормально ты была год назад машина сейчас все сомнительно звучит на самом деле не дима очень хорошим хорошим но может быть он вот там бы не оказался не думала вообще пацану было 20 лет ну совершил он ошибку что здесь такого страшного он до этого был нормальным человеком ты сейчас приедешь сам все увидишь тебе родители расскажут а сейчас он стал еще лучше ему тюрьма на самом деле только на пользу пошла звучит если честно конечно да ему тюрьма на пользу пошла там там все супер марию и ее старшего брата артура самаре встретили мама дмитрия елена сорокина отчим андрей сафонов и его крестная мария игнатьева как так вообще получилось еще и срок такой большой выше понимаю он каждое утро ходит барбершоп почему не вот это вот линия настолько прорисованная прям шел то у него если знать где упасть знаете да у него просто была девушка маша знает но не умерла от наркотиков нет у нее было больное сердце сколько ему лет было 20 у нас один рождение на хоронил и вот эти как это звучит ужасно фу то он на этому полчаса как они вот этого стресса он вот и вот вы даже зачем-то башки будут у него там перевернулась с этого все пошло с этого все пошло о чем молодой голова забита вот этим всем было и все у него понесло наверное я только так понимаю понял как парень такой мировой он сейчас работает на хорошем счету там что он там делает вообще съет бригадир помощник помощник бригадира он на швейном производстве интересно что ждал брат что они скажут что он главный инженер проект и шьет начал там делает и шьет всякие сумочки у меня их уже штук 20 какие у него вообще планы на будущее это с моей сестрой что я не могу он как будто бота запрограммировали робота какого-то вот-вот просто вслушайте сейчас вот этот вопрос в интонацию и шьет всякие сумочки у меня их уже штук 20 какие у него вообще планы на будущее это с моей сестрой что он вам вообще на самое главное что мы хотим что мы хотим не охотить от меня внучку внучку двоих двоих внучек да все проходит классно даже лучше чем я ожидала получается с детства самого знаете с рождения вот а по малолетству вообще как-то вот в плохих компаниях как бы такого не было привлекался смысле там где-то стоял на учете ну да нет такого не было как бы ребят всегда у него были хорошие как бы вообще такого не было вообще у него все чел как будто непробиваемый то есть он считает то что если кто-то попал на зону то это исключительно тварь которая всю жизнь была тварью из детства стояла в комиссии по делам несовершеннолетних правильно понимаю за его ну как будто следак который пришел такой чудом по малолетке было стоял ведь не стоял и экстрем занимался хоккей футбол сейчас это вот первый его приход это первый такой вообще то есть все положительный парень да еще и ситуация такая ублюдская реально типа у тебя есть девушка тебе 20 что происходит в голове 20 лет не хочется пояснять все и так понимают я надеюсь и у тебя еще умирает девушка как бы это не за что я его оправдываю такой а вот это вот супер решение правильно все сделал нет конечно но типа но вот так случилось все меня нет на это больше комментариев никаких когда ничего таким не занимался и друзья у него всегда все были хорошие он не пил не курил даже когда были какие-то застолья все садились как бы но он никогда не пил то есть это что вот произошло для меня и вообще для всех это стало как бы ну шок артур вы со своей стороны тоже молодец как бы приехал издалека все-таки познакомился сейчас ему нужно все это принять переосмыслить и какое-то время пройдет ну как бы примет эту ситуацию примет что мне интересно какой будет итог после этой встречи от брата очень хочется послушать уже нашу семью у димы какие планы он там с вами не делился как он жить собирается вот здесь самаре там или воронеже они будут жить то есть там работать на что как бы маша она работает здесь он был руководителем я пришел на собеседование в скорее всего отказался от собеседования это вот сто процентов чел который вот сел бы так вот в пиджаке облокотился назад и сказал у меня кем ты себя видишь через десять лет и такой до свидания ну сама себя обеспечивает а дима как участвовать они планируют бизнес свой создать сейчас вот он профессию приобретает шьют вот будут открывать свою швейную мастерскую будут шить даже тогда то есть там получается приобрел навык и конечно будет этим навыкам пользоваться сейчас подожди я забыла сейчас покажу что вот сейчас он уже сьет а что там вот сьют рюкзаки вот такие вишка те легкие удобные вот это вообще рюкзак огонь просто я говорю прям профессиональное то суть его то есть они хотят открыть как бы получали маша просто об этом не говорила на скрытный какая швейку будут заниматься понятно то что родня про ребенка плохо не скажет никогда но в любом случае стало чуть-чуть поспокойней колония где слава богу бывает наказание дмитрий сорокин находится в самаре в этот раз мария не смогла мне кажется из-за брата и мама я уже знаете просто максимально на стороне нашей участницы и считаю уже что точно все хорошо будет все меня прогнули а попасть к нему на длительное свидание так как в исправительном учреждении введен карантинный режим но девушке удалось отнести передачу своему возлюбленному а после дмитрий получил разрешение от какую передачу танцы на льду администрации колонии на телефонный звонок я уже заработал достаточно много поощрительных и стал на облегченные условия и поэтому скоро не сможем подать документы на исправительные работы после полсрока реально смогу находиться с тобой еще ближе и рядом с тобой а где где буду жить в городе в общежитии то есть это как тоже там забор работают сотрудники то есть работа на предприятии вольном заметили дальше по всем другим ждулям что когда вот происходит похожий диалог типа все сейчас реально встану на ноги нас там переводят куда-то там плюс миллион час должны обещали прислать всегда получается так что кто-то попадает в какой-нибудь там карцер вот какой-то ужас происходит очень надеюсь что тут этого не будет я даже не могу поверить что это может произойти потому что мы очень много через что прошли за эти годы и на самом деле это было очень тяжело просто мысль что это скоро закончится там ближайшие полгода она конечно вселяет меня очень много надежды и веры дмитрия могут перевести на принудительные работы в ближайшие 7 месяцев согласно 80 статье уголовно исполнительного кодекса российской федерации заключенному отсидевшему половину срока наказание в виде лишения свободы может быть заменено на принудительные работы при принятии подобного решения суд учитывает примерное поведение заключенного и характеристику с работы на предприятиях колонии мария и артур связались с мамой чтобы сын поделился своим впечатлением о семье дмитрия девушка также рассказала о том что ее возлюбленного скоро могут перевести на исправительные работы машенька я подумала хорошо мария с братом артуром и мамы дмитрия решили пойти в свадебный салон на этих кадрах брата то совсем не узнаю ну конечно немножко не мой стилек но в целом прикольно почему именно пышная ну сейчас на зеленые графе я посмотрю пикают принцессу давай другое померю это уже получше это уже больше тебе подходит мне почему-то кажется не твой фасон почему мне больше нравится минималистичная платьица минималистичная платьица девочки оцените пожалуйста платье какое первое или второе а вам что предыдущий мой маленькая тебе специально так затянули чушь-то по карте да ну и я такой критик о вот это вообще вам бездна просто вот шторы взяла вот эти вот она вот это реально сногсшибательная по авто по последним двум ну это и предыдущие комментариев не надо меню нужно только по первым тут как бы и так понятно что выигрывают слушай ну вот это мне кажется прям вообще тебя отображает вот как но вот мне не по мне конечно ну вот мне не по мне а мне зато но зато это по вашей истории и по вашей теме я думаю диме понравится очень важно для маши конечно поддержка сейчас на данный момент у нее разногласия с мамой я хочу стать для нее мамой помогать из свадебного салона мария звонит своему отцу я хочу тебе счастья спасибо мне очень приятно хватит все еще в лесу все еще и не ты меня поддерживает я тебя люблю папа я тебя тоже дачу мария и ее старший брат артур вернулись из самары в воронеж они рассказали маме и младшей сестре анастасии еще раз о том как прошла поездка к родным дмитрия и что вскоре молодому человеку могут поменять наказание на исправительные работы а это означает что она каждый день сможет видеться со своим возлюбленным вообще-то уверенно ему очень много разговоров на самом деле вот про это и скорее всего будет вот так и так мне кажется об этом не нужно говорить и столько рассказывать потому что это вот похоже на истории когда знаете то есть это же не сто процентов так будет вот в чем проблема если бы был грубо говоря сценарий 1 типа вот сначала так а потом вот так то как бы вопросов нет но тут же нет такого сценария тут просто на усмотрение скорее всего каких-то людей там сверху в тюрьме в колонии вот но уже столько про это сказали вот напоминает меня и может быть вы себя часу знаете вот у меня вот в 20 лет это мое любимое было ничего еще не произошло я там взял все в голове посчитал никогда не попадал вообще никогда особенно когда на работе куда-то устраиваюсь такой так если я сегодня заработал столько ставка у меня такая клад такой дальше я вот туда распределяю и у меня остается чистыми 20 тысяч их там на вклад кидаю оставляю чтобы потом что-то это тут я все куплю все всадил на за четыре дня потом сижу с кредитными картами всем привет меня зовут макаров евгений и я таки осталось немало сидеть да чё немало все нормально я думаю что в ближайшее время в этом году уже все решится и у нас вообще грандиозные планы на будущее сейчас дима выйдет скоро на исправительные мы уже будем жить в одном городе и намного чаще видится он не будет бизнесом помогать и вообще все будет классно и детей я тоже хочу скоро поэтому поэтому я на самом деле сейчас счастлива как никогда потому что у меня в жизни появилось какое-то направление и цель вот и я не просто так знаешь эту жизнь как бы живу я несмотря на все трудности я очень рада мама не стыдно я понимаю перед теми нашими все брат уже на нашей стороне теперь мой друг все нормально друзьями манипуляция понимаешь чистой воды манипуляция просто очень сильно как-то нервничаешь я думаю что как-то может быть как-то все не так уж и плохо но не то чтобы ровня конечно это вряд ли но она же у нас сама такая чуть-чуть привет вот с приветом доходил сказать перевели с языка сняли на хрень творческая творческая личность и может быть они реально друг другу подходят не такой уж и плохой парень давай так ты подумаешь еще хотя бы чуть-чуть я знаю что в итоге моя сестра поступит так как она хочет так когда я надеюсь мама тоже это понимает или нет она считает нужным я очень надеюсь то что когда-нибудь мама и маша смогут найти общий язык потому что вот то что происходит это все да вот этих постоянные какие-то не вот вот так борода супер вообще вот реально так вообще вопросов у меня нет вот эти линии внимание они уже надоели марии удалось переубедить старшего брата который изначальным который изначально пообещал что сам переубедит точно был против отношений заключенным но она видимо так и останется без одобрения своей мамы так мы с димой уже в целом ближайшем будущем планируем детей очень важный момент чтобы они были под его фамилией мария находясь в воронеже где она официально прописано поменяла фамилию на сорокину для этого она подала заявление в отделение загс и через 10 дней получила справку где была официально указана ее новая фамилия смена фамилия оказалась для меня очень трансформирующим таким опытом несмотря на то что это было непросто я несколько раз ходила в этот загс но в конце вы знаете я даже почувствовала себя по-другому я реально почувствовал что я больше не девочка я уже женщина даже если раньше представлялась всегда как маша болдрева сейчас я себя чувствую марии сорокиной я уже мам фамилию поменяла совсем куку и какая фамилия у тебя прикольно что ничего не меняется сорокина для чего мы просто решили сделать так знак того чтобы семья вам дети могу так сказать если ты сейчас так относишься ко мне к моему выбору то когда я не знаю детей рожу то ты тоже их не увижу здесь это да притом ты меня шантажируешь отец узнает ты понимаешь что с ним будет ты понимаешь как он расстроится что-то фамилию его он вообще-то знает и что он сказал тебе и был очень рад то что я счастлива у нас поддерживает он оказывается поддерживает машу прикольно блин нихрена себе он блин нарушил наша договоренность вы можете себе представить можем меня вообще шок прикольно в итоге у мамы не останется ни одного человека кто с ней солидарен она будет просто одна биться об стену это круто мария вернулась из воронежа в сочи хорошая новость мы с братом с моим съездили в самару познакомиться да но сначала с такой позиции что типа поеду убедиться что это все бред вот а в итоге мы приехали и вообще все было классно нас то есть он как бы поменял не только в принципе к ситуации отношения но и как бы как будто у вас до улучшились они да но с мамой к сожалению так и не приходится что они сидят в кофтах дует ветер кто-то там в куртках и сзади просто чувак идет в плавках получилось пока она причем в таких вот на нормальный какой-то диалог выйти мне эта ситуация с мамой уже просто в течение моей жизни надоело она всегда вот какие-то мои ну осуждает мою жизнь я вот прям чувствую от нее какое-то вечное осуждение недовольствие что она вообще хотела бы чтобы я была абсолютно другим человеком и мне конечно от этого очень сильно больно но главная новость с димой общались он сказал что скоро его переведут на предвидительной работы и мы сможем о переведут на предвидительной работы и мы сможем чаще видится клево страшно себя обнадеживать но надеюсь все будет нормально и как раз обсуждаем чтобы я переехала в самару чтобы мы могли уже ну полноценно жить вместе какие-то планы на будущее строить а как это вообще вся процедура происходит что там когда пол срока проходит можно подать есть не очень до конца мне понятно что у нее за бизнес и насколько она в него вовлечена но этот переезд в самару получает если бизнес онлайн окей это тяжело конечно в это верится мне кажется все равно нужно быть рядом там с командой как-то это все мониторить отслеживать не то чтобы этом какой-то старой закалки я про то что найти человека который займется полностью операционкой это все будет где-то там на потоке работать и ты будешь получать этого деньги но это работает ну в один процент случаев наверное это при длительном и полноценном занятии этим бизнесом там на протяжении там не за 5 лет можно это как-то все автоматизировать но вот так вот я уеду в самару мне там будет помогать вот это я к нему я к нему вот это наверное самое непонятное для меня то есть настолько вот прям настолько много мысли только про это у него наверное в этом смысл жизни сейчас поэтому шо я вообще-то говорю я там хорошо вел работал получал там всякие грамоты короче что я очень много говорил не знаю зачем это все так закрутил я короче не верю в то что можно вести бизнес вот так вот удаленно уехав и жив мечтами о том что все сейчас у нас будут дети сейчас он скоро выйдет что то должно где-то обвалиться по идее хочу что молодец тебя уже переводит в чем он там будет помогать бизнесе я тоже не понял городе жить то есть какое-то время еще может быть год он будет жить в общежитии идти походить на работу по вечерам можно видеться на выходные могут отпускать домой там как бы тоже как себя зарекомендуешь как себя проявишь а уже думаешь нормально все будет не переживаешь этот новый этап какой-то тебе переехать в другой город нужно будет здесь все оставить там да 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 все новое ничего непонятно именно что это хороший ну конечно немножко волнительно но все взрослая жизнь пора строить свою семью неизвестно да как они справятся с этим получится у них не получится когда они уже будут близко рядом вечером марии из исправительной колонии звони дмитрий я хочу подать заявление в загс я даже не верю что это свершится после всех этих попыток и усилий но дорогу осилит идущий как говорится просто ура я ждал этого самого начала нашей встречи прикольно как голос меняется вообще никак я этого долго ждал мария подала заявление в загс онлайн согласно законодательству российской федерации подача такого заявления возможно при наличии у невесты доверенности от жениха заверенной администрации колонии мария получила такую доверенность от начальника исправительного учреждения где отбывает наказание дмитрий я подала заявление в загс теперь надо конечно дождаться чего не там скажут что дальше делать еще всякие бумажки собрать но вот такой шаг уже сделан просто чтобы ты за меня порадовался я хотела я просто вот реально дура зачем я как мама просто вообще на своей волне каждый раз звоню чем-то делюсь что-то пытаюсь за нее донести и каждый раз я сталкиваюсь просто вот с этой какой-то волной негатива и неприятия и я не за мне очень больно короче все эти передачи вообще все которые посмотрел дали мне понять одну важную вещь надо стать таким отцом что несмотря на то какой у тебя ребенок она имеется ввиду там успешный неуспешный да вот это все отметаем похеру абсолютно просто чтоб это был здоровый добрый человек который всегда с радостью со мной общается и чем-то делится все вот это вот наверное головная миссия отцов отцовство больше но я имею ввиду типа это прям топ-1 место потом там еще много всяких разных вопросов понятное дело но вот это прям как будто база вообще хераси там рыбеху ел кот видели там же кости что он не очищает от костей насколько можно я просто не понимаю ну я уже сказал давайте без меня как-то пусть сами решают играть вам дай насте сказать пожалуйста на сговоре ты понимаешь что ты тоже часть нашей семьи очень важно чтобы ты приняла ее признал признал этот брак может тебе тоже просто нужно съездить и познакомиться хватит упрямиться ман пожалуйста ну может стоит подумать о маша обо мне тоже будет думать о тебе и так думают я поехал потому что ты переживала маму насть ну для чего мне это все нужно вот эти вот а связи лишние вот эти вот люди непонятные поезжай просто спокойнее будет вы поддерживаете машу да получается вы желаете ей зла хочу что за меня почему она это все выкручивает так вы как бы то есть вы поддерживаете машу вы желаете зла верно ребята чтобы не было разлада чтобы ты сама нервничаешь постоянно а ты возьми съезде хотя бы разок но я же поехал послушай меня настю хотя бы раз прислушайся сломается сломается ладно я поеду ура старший брат артур сразу позвонил мари и сообщил что после долгих уговоров мама согласилась поехать в самару встретиться с мамой дмитрия честно говоря испытываю смешанные чувства потому что я абсолютно не знаю что ожидать от этой встречи я переживаю то что моя мама может каких-то гадостей наговорить и испортить наши отношения и это будет просто провал но в принципе есть надежда что разговор пройдет успешно вот когда я машу вашу увидела я просто вообще поняла и они какой-то купаж у них вот есть дальше пойдет все у них вообще с великолепный тандем мама держит лицо пока что просто получится я счастлива что они встретились что все у них должно получиться так что не переживайте пожалуйста все у нас хорошо семья у нас хорошая какая у него статья 2 2 8 так он этим занимался сколько по времени да я откуда знаю он что мы докладывал как вам не знаю вы не видели да ничего мне кажется совершенно мало мало да я не знаю меня это было в шок потрясение я вообще ну просто не до конца не осознавал что такое происходит не спала не не ела вообще сидела вот как зомби просто вообще все это воспоминания просто я не знаю но вы поймите правильно что тут просто чисто переживания материнские и больше ничего личного никаких претензий лично это просто забота о своем ребенке и все каждая мать хочет своему ребенку лучшего они взрослые взрослые ты их выбор мне кажется вообще не надо лезть в их не отношении вот серьезно я понимаю что вы мать что ну переживаете там расстраивайтесь да каждый человек должен пройти через свою судьбу на своих ошибках все учатся но если она считает что дима для нее и и человек она готова с ним жить провести это время пусть они будут счастлив не в большой плюс про то что человек должен сам пройти тут я очень согласен и не надо мешать танюша они чувствуют себя душами вот как я вот я его родила я его вообще вообще чувствует душой и также он к маши он и все время вы похожи на самом деле мама как мама приятная женщина любит спасибо сына но насчет своей дочки маши это нельзя принять это выше моих сил кому-то дается мне не дается это вообще конечно допрос она мне устроила как на исповеди но она конечно своего мнения так и осталось приятная женщина хорошая семья ничего я против не имею твой выбор твой крест неси его через силу прям лютую такую же сусе не так часто употребляйся у люто через через силу просто зачем лютое вы же так поняли через силу все хорошо тема закрыта алло я просто переживаю исключительно о тебе вот и все давайте вообще вот так смотреть мне кажется так будет прикольно хорошо я тебя поняла все да вот это правильно поживем увидим суд отказа так ребята всем привет сегодня у нас на обзоре замечательный берет кепочка слэш панамка да как у леонида каневского серии с леонидом каневским и в точности как выглядит его панамка вы сможете посмотреть у меня на бусте ссылка будет в описании что мы имеем кожаная пимпочка да давайте потрем и немного на микрофон да вот она пимпочка имеется далее у нас идет ушная подкладка вот с этой стороны видите полностью закрывает уши и здесь уже брендинг бренд это известный r-cent возможно вы встречали уже подобные подобные магазины в больших моллах например таких как дубай колумпур больших торговых центрах всегда можно встретить бренд r-cent ну и вот эта кепочка сама по себе хорош заниматься дитя 26-летняя просто это кепкой все пропустил суд отказал дмитрию в переводе на принудительные работы то про что я и говорил к сожалению повторное рассмотрение запроса состоится только через полгода мария и дмитрий решили пока отложить официальную регистрацию брак и расписаться когда молодой человек будет на свободе а пока мария и дмитрий решили сделать онлайн свадьбу мария выбрала дату в которой пригласила всех родственников присоединиться к общей видеоконференции куда подключиться и дмитрий которому руководство колонии выдало разрешение на этот видеозвонок впервые такое слышу если честно онлайн свадьба жду ли онлайн свадьба ребят ну но голова то работает пригласили из родственников слушай думаю всех пригласили сколько человек получается 700 ты я не знаю как человек 30 прикольно и мой тоже папа будет даже бабушку я попросила чтобы моя сестра с компьютером приехал от моей бабушки 86-летний тоже ли там конференцию устроит чертур с мамой решили как общего поговорили но артур вроде придет как у нас все нормально мы же съездили с ним самару он познакомился с ними нами родителями и поменял свое мнение я очень рада да мама как бы ну она не особо хочет она вообще сказала что это все какой-то театр подруги с одной стороны но мало ценю себя поддерживать с другой стороны реально как знаете два автобота которые такие да вау круто с это классно надеюсь это все искренне у меня свет сзади погас если вы заметили все они по-настоящему что я опять устраиваю какой-то цирк через перкиньте да как вот светильник сзади насколько он делает картинку богаче сейчас просто вот ну я по крайней мере вижу какой-то ужас надеюсь у вас в экранах все гораздо лучше и недели наступил день онлайн бракосочетания марии и дмитрия сорокинах все родственники вышли на связь в общую видеоконференцию чё уже начинать прям так сразу боже мой еще с в обморок упаду мне сложно выразить словами все то что происходит между нами я желаю каждому познать что-то такое по-настоящему любить жить мечтать и уважать я благодарю тебя мой будущий муж за то что ты открыл мне свою душу за то что дал снова поверить в любовь не зря я ждала тебя вновь и вновь морковь-морковь любовь-любовь спасибо за твою верность и доброту за острый ум и краски и как аду сату за настойчивость там где я сдалась за силу духа там где я одна бы не справилась спасибо что с тобой я снова чувствую себя собой смущается ли этот парень то что 30 человек за ними наблюдают да я думаю что не смущается мать мои так и не присоединилась к онлайн свадьбе дочери мария считает что мама изменит свое отношение когда дмитрий выйдет на принудительные работы и познакомиться с ней лично мне вообще трудно если вы знаете ребята историю что там произошло потом обязательно в срочном порядке напишите комментарий потому что я прям хочу знать писать свои эмоции я очень переживала но на самом деле я очень счастлива я самым в детстве мечтала встретить своего человека и я всегда верила что это есть и я очень счастлива что мы поженились что мы теперь семья и что впереди нас ждет все только самое лучшее да и как говорится бог что так все и будет но я искренне говорю типа все будет хорошо и супер все будет плохо но будет учиться на своих ошибках добавить от говорится нечего негативить радикалить как-то в сторону мамы точно не хочется я не такой человек прикольная серия моментами где-то поржали моментами где-то прифигели в любом случае думаю что вам было супер мне понравилось пишите как вам отвечайте на вопрос который задавал в особенности напишите если знаете что там с ними произошло ставьте лики пишите комментарии подписывайтесь на канал и переходите на booste там я каждый божий день пока друзья спасибо большое ценю люблю уважаю до скорых встреч спасибо за просмотр пока не нене нене нене